Всем гонфлат пацаны, вернее всем жесткий гонфлат пацаны, потому что сегодня у нас вольная вариация на тему трека Requiem играет тихо. Меня по-прежнему зовут Стас Гарфпро, давайте приступим. Как обычно, начнем мы с самого интересного, это snare. Два snare у нас будет, этот более тонический, то есть как бы мы выставим его по нотке нашей мелодии, а наша нотка, главная и основная, это Re-Dies, она же D-Sharp, то есть Helper's Scale Highlighting выставляем D-Dies, Re-Dies, она же D-Sharp, Pridient Scale, и тогда подсказка будет как у меня. Выделяем Ctrl-B, 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 идеально. На второй snare мы можем это просто скопировать. Вот так вот с шифтом только несколько раз надо будет нажать стрелочку вниз, чтобы получить более низкий звук для нашего более традиционного снаера, потому что он не нуждается в том, чтобы быть точно по нотке, но он должен быть низким, грязным, мощным, потому что трек у нас будет низкий, грязный, мощный. Насчет того, что он будет низкий, грязный, я не уверен, но он точно будет мощным, и темп мы выставляем 131 удар в минуту. Я не знаю, как вам, но я очень люблю нечетные темпы. То есть не люблю 130, люблю 131, там или 144, не, я выставлю 145 или 143, вот прям, чтобы нечетная циферка была в конце. Не знаю почему, но вот мне так нравится. С вами такое бывает, или я один такой? Следующий звук это наши open-heater. Давайте начнем с этого. У этого open-heater мы выставим, как и у всех остальных, все настройки envelope на минимум, кроме hold. Hold мы выставим на максимум, чтобы мы могли контролировать продолжительность этого хета. Первый будет у нас практически как крэш, то есть он будет совпадать с первым ударом, и потом после каждого второго снэра вот так. Следующий. Вот так. А третий уже будет играть. Окей. И еще перед снэром. Вот, идеально. Теперь выделяем Ctrl-B, нажимаем. Но это еще не все. Поскольку мы контролируем их продолжительность, мы можем сделать следующее. Выбираем здесь одна, вторая, и делаем Ctrl-U. И мы можем все это с Alt-ом поджать. Давайте опустим его чуть ниже и получим. Передвинем сюда. Вот так. Прикольно звучит. Правой кнопкой мышки вот так вот велосип поднимем. Теперь идем к закрытому хету. С закрытым хетом все просто. Вот так вот, вот так вот. С Alt-ом крутим колесо мышки, убавляем. Ctrl-B зажимаем. Прррр. Пау. У нас есть вот так. Супер-мега крутой паттерн. Теперь идем в одна, вторая. Ctrl-U. Не здесь. А что, вот здесь Ctrl-U. И еще вот здесь вот Ctrl-U. Но уже повыше. Здесь выделяем и выбираем одна треть. Жмем Ctrl-U. И просто отполовиним все это, получившееся. Тоже опускаем ниже. Нормально. И давайте еще перед вот этим снэром, вот здесь вот с Ctrl-ом выделим. Ctrl-U нажимаем, опять же, третьями. И каждый второй звук мы удаляем. И еще сделаем пробежку по высоте тона. Идеально. То есть нам не нужно, чтобы пробежек было слишком много. И вот этого более чем достаточно. Правой кнопкой мышки нажмем сюда на панораму. И сделаем интересную панораму для всех наших пробежек. Первый звук мы трогать не будем. А остальные как-нибудь более-менее рандомно с панорамируем. И потом все это проделаем для остальных Open Head в том числе. Open Head 1. Первый звук трогать не будем. А здесь как-нибудь... Вот мы получили замечательный паттерн. Теперь давайте займемся киком. У нас их два. Типа Layering. Надо их забустить. Как обычно на мастере Soft Clipper. И, конечно же, переходим в панораму. Выделяем все. И с Alt-ом вот так вот делаем. Левой кнопкой мышки, чтобы сбросить панораму. Чтобы кик наш и все последующие звуки были ровно по центру. Давайте просто пропишем кик абсолютно. Абсолютно минималистичный паттерн кика. Вот такой вот. На первый такт у нас приходится два удара. На второй такт приходится три удара. Программа минимум для развития кика. Теперь мы это все дело копируем на второй кик. И второй кик мы тоже бустим. И следующий этап это добавить мелодию. Мелодию, как вы думаете, на чем мы добавим? На омнисфере. Потому что омнисфера это круто. Но я знаю, что по некоторым причинам не всем она нравится. Именно по этим причинам я немножко обнаглею. И в этот раз, короче, как только это видео наберет 2084 лайка. Проект этого бита окажется где в моем паблике ВКонтакте. Ссылка на который, естественно, будет в описании под этим видео. Но это еще не все. Все музыкальные дорожки я зарендерю. И они будут лежать аудиофайлами в проекте. Вместе с миди дорожками. То есть и аудио и миди. То есть я понимаю, не у всех есть омнисфера. И два флекса, которые мы будем использовать еще. Поэтому я все зарендерю. Не переживайте. Поскольку у нас агрессивный звук, нам нужен соответствующий синт. Поэтому жанр Ambient. Но Ambient просто Ambient. Это круто. И здесь выбираем Агрессив синт. И как только я этот звук услышал, я понял. Это то, что мне нужно. И мы его и будем использовать. Давайте начнем с того, что займемся... Саунд дизайном. Да. Весь саунд дизайн будет заключаться в том, что мы здесь переключим на Amp. Убавим до 0.0.15. Убавим релиз. И FX зайдем. И Horus убавим до процентов 2. Чтобы получить вот такой вот звук. Еще у этого синта есть одна особенность. Она заключается в том, что чем выше велосити этого трека, тем меньше параметр катков. Ноты очень сложные. И я очень долго думал, как их прописать. Естественно, мелодия не один в один, как в оригинале. Как и инструмент не один в один, как в оригинале. Потому что это вольная вариация. И по-моему, этот бит в стиле звучит очень даже неплохо. Следующий наш плагин это Flex. Если у вас нет Flex, то обновите FL Studio и он у вас появится. Наш звук называется вот так. И вот так звучит. Дело в том, что в оригинале использовался дополнительный инструмент на очень высоких нотках. И его было едва-едва слышно. И поэтому роль этого инструмента исполнит вот этот звук. Убавляем немножко Decay. Убавляем Reverb. И убавляем Delay. И получаем... Вот и все. Только еще на пару октавов выше. Идеально, идеально, идеально. Почти идеально, потому что не хватает еще одного Flex'а, в котором мы будем использовать Lead. Lead это круто. Снова Synth Wave. Gates Brassin. Играть нотки будут очень простые. Ага, окей. Выделяем все звуки, кроме последнего. Зажимаем Alt и чуть-чуть их продлеваем, чтобы получить Glide. И поскольку это стандартный звук, мы можем зайти вот в эти настройки. Порта Mono включить и какой угодно слайд сделать себе. У нас почти все готово. Осталось всего два звука. Это Stomp и 808 Bass. Сейчас мы все это скинем на микшер. И после этого займемся вот этими самыми звуками. Что такое Stomp? Дело в том, что в одном фрагменте трека Gone Flada мы слышим, как звучит супер-мега-широкий бас. И я подумал, что, скорее всего, это не второй сэмпл баса, а это вот такая вот ерунда, прилейеренная к 808-му басу, чем мы сейчас и займемся. То есть 808-й бас у нас вот такой вот. Давайте его сразу бустанем. С бустом и укороченный бас гораздо круче, чем просто бас. Почти всегда бас будет совпадать с киком, кроме тех моментов. Вот смотрите, тут у нас звучит двойной кик, а бас будет одинарным. И вот так на ноту повыше, на ноту повыше, чтобы было по мелодии. Сделаем так, вот так. И на октаву вверх вот это. И еще вот здесь этот звук мы выделим. Выберем здесь одна, вторая, нажмем Ctrl-U, чтобы получить. Вот бум-бум, вот этот. Теперь нам нужно взять стомп. Стомп наш будет звучать по басу, кроме двух моментов. Смотрите, вот здесь вот его не будет у него вот этой пробежки. И вот здесь вот вместе со снером он не будет звучать. И что мы с ним сделаем? Конечно, мы его дико расширим с помощью стерео шейпера. Поскольку это звук, который будет звучать не очень часто, мы можем его расширить, при том, что он низкочастотный. Давайте еще ему немножко низочек-то его и отпилим вот этим пресетом. Вот так. Пау! И получаем супер-мега широкий звук. Вот, слушаем с басом. В следующую очередь мы, конечно же, начнем делать наше жирное и мощное сведение. Мы сделаем эквализацию нашего омнисфердовского звука с помощью ProQ. Потому что нам нужна более точная эквализация. И потом мы сделаем с ним еще одну классную фишку, о которой я расскажу позже. И, кстати, как вы думаете, вот эти треки, которые вышли на одинокой психической атаке, вот они переплюнули по своей мощности, по своей крутости его предыдущие треки? Потому что реально с Сахарным Человеком и Кубиком Льда, по-моему, крайне сложно соревноваться. То есть новым треком Gone Flood'а с его прошлыми треками безумно сложно соревноваться. Но «Проснулся в темноте» просто очень-очень музыкальная песня. Прям я с нее прусь. С точки зрения драйва, реквием, конечно, звучит, ну, поинтереснее. Но именно мне Gone Flood нравится за его музыкальность. И вот его музыкальность, по-моему, полностью проявляется в «Проснулся в темноте». Я очень жду на нее клип. Я надеюсь, вы тоже ждете. Короче, вот как вам кажется, вот эти новые треки, они переплюнули в прошлое? И вообще, лайк, если послушал больше одного раза, одинокую психическую атаку. Давайте обработаем уже что-нибудь. Что я болтаю и болтаю? Вот так вот. Вот здесь вот увеличиваем угол среза. Слишком жирно. С этими звуками самое сложное их не кастрировать. При этом сделать их нормальными, сочетающимися с басом. Вот как-то так нормально. Еще мы можем вот так выделить. И самые мерзкие моменты, типа вот этого, немножко прибрать. Но главное с этим не увлекаться. Потому что можно заприбирать так, что от звука ни черта не останется. Вешаем сюда еще Groose Beat параллельно. Я покажу вам супер-мега-крутую фишку сейчас. Смотрите, выделяете так вот так. Выбираем пресетик в Groose Beat. И сейчас мы будем делать автоматизацию. Первым звуком у нас будет играть вот этот. Правой кнопкой на него нажимаем. Create Automation Clip. Потом снова левой кнопкой мышки нажимаем на тот, который будет играть вторым. И снова нажимаем Create Automation Clip. И еще у нас будет третий пресет, который будет играть в другой части. Это вот этот пресет. На него правой кнопкой мышки тоже нажимаем. То есть сначала левой мышкой, потом правой кнопкой мышки и делаем Create Automation Clip. И у нас получается три клипа автоматизации. Мы можем их вот так вот сократить до одного такта. И расставить в нужном порядке. То есть получается, что мы клипы автоматизации превращаем в паттерны. Теперь мы можем делать структуру. И еще в структуре будет одна интересная штучка, которой я вам расскажу. На flex нам нужно повесить на flex, который лид, параметрик, чтобы отпилить у него ненужный низ. Потому что этого самого низа в этом самом лиде дофига. И вешаем на него еще какой-нибудь стерео шейпер. Давайте повесим. И еще обязательно нужно в наших хэтах крутануть. Во-первых, вот здесь вот продолжительность мы открутим у закрытого хэта. Потому что она уже больно длинная. И во-вторых, мы добавим шифта, чтобы сдвинуть его начало. И тем самым мы добавим грува, по крайней мере, каждому хэту. Именно хэту мы это добавим. То есть шифт. Чтобы типа они начинались с небольшой отсрочкой. Чтобы типа микропауза, и потом начинается хэт. Таким образом мы создаем грув. Идеальный, волшебный, прекрасный грув. Сюда мы сделаем абсолютно то же самое. Тоже параметрик с тем же самым пресетом. Просто отпиливаем кучу низа. И может чуть-чуть вверх отпиливаем. Вешаем сюда стерео шейпер. Или стерео энханцер. Как вам больше нравится? Идеально. Теперь слушаем. Идеально. Теперь мы берем кик и навешиваем сайдчейн компрессию на наш бас и на наши инструменты. У нас есть групповый канал инструментов, если вы пропустили. Лимитер на бас. Переключаем на компрессор. Выбираем сайдчейн и кик. Наш канал, который называется кик. И делаем как-нибудь вот так. Кик должен очень жирно пробиваться через наши инструменты. Потому что кик это наше все в этом бите. Все. Давайте теперь выставим структуру. Структура готова почти полностью за одним исключением. Нам нужно добавить вот эту штуку. Это развернутый символ. И давайте мы у него отпилим все, что идет после вот этого. Чтобы оно нам не мешало. Выставим его вот сюда вот к началу нашего дропа. И еще добавим одну классную штуку, которая есть в оригинале 100%. Мы берем кик. Скидываем его в плейлист. Он копируется. Нажимаем на него дважды. Реверсим его. И делаем следующую вещь. Просто ставим его перед началом. Чтобы было вот так. Но обязательно еще стоит скинуть его на канал кик. И соответственно вот эту самую штуку. Вот эту приблуду. Вот этот прием мы можем расставить в нескольких местах. Перед самыми важными дропами. И в треке в оригинале. Это точно сделано. Конечно же озон на мастер. Как обычно. Те же самые любимые мои пресеты. Что и обычно. Про которые я уже тысячу раз рассказывал. Теперь давайте немножко убавим хай-хеты. Потому что уж больно сильно они лупят. И убавим первый снэр. Потому что он тоже лупит капец. На этом все. Давайте послушаем полный трек. И напоминаю, что это вольная вариация. Гонфла. Трек. Время играет тихо. И как только 2000 лайков. 2084 лайка проект окажется в моем паблике ВКонтакта. Ссылка на который в описании. Все будет зарендерено. Слушаем все. Все, все, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой получился биток. И если этот ролик был чуть-чуть хотя бы интересен. Хотя бы немножечко полезен. Или хотя бы просто понравился. То ставьте лайк. Но только в этом случае. А если же ролик был совершенно не интересен. Вообще бесполезен. Не понравился. Вообще унылая ерунда. То ставьте заслуженный дизлайк. Если хотите узнать подробнее или заказать мой видеокурс. То напишите мне. Ссылка на меня в описании. Также можете написать мне, чтобы заказать бит. Также можете подписаться на мой паблик с битами. Два раза в неделю я выкладываю в паблике новые биты. Обязательно чекайте. Также подпишитесь на мой саундклауд. Скорее всего то, что получилось сегодня. Я на этом своем саундклауде выложу. И подпишитесь еще где-нибудь. Например, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А если уже подписались, то нажмите на колокольчик. А если вы уже нажали на колокольчик, то отожмите его. И нажмите вновь. Тогда вы будете получать все уведомления о моих новых видео. И обязательно, обязательно посмотрите другие видео на этом канале. Они не менее интересны. А то и более интересны и более полезны. Короче, они классные. Вы точно для себя что-то там найдете. И с вами был Стас Гарфрот. Пока. Увидимся в следующем видео.